Продолжение следует... Те, кто готов рассказать о своем опыте. Эмоциональное выгорание – это состояние, когда совершенно ничего не хочется делать. Обычно появляется оно после очень долгой, упорной работы, которая не приносит каких-то удовлетворяющих результатов. Эмоциональное выгорание – это состояние, когда не хочется ничего делать, когда хочется просто лечь и лежать, спать, когда нет желания заниматься в целом тем, чем нравилось заниматься до этого состояния. Я сталкивался с, когда готовился к ЕГЭ, очень тяжело проходило. Состояние, когда просто не хочется делать абсолютно ничего, просто хочется лежать в кровати, не вставая никуда, не выходя из квартиры, смотреть какие-нибудь скучные и неинтересные сериалы и просто проводить таким образом все свое свободное время. Очень неприятно. И вылезать из этого состояния очень тоже неприятно, и сложно, и сложно найти ресурс, чтобы начать заниматься опять чем-то. В конце семестра, апрель-май, когда все многое навалилось, когда нужно было закрывать зачеты, и я сильно уставала. Ну, мне кажется, что это следствие неправильного распределения сил, когда человек слишком много вкладывает в работу, в какое-то дело, не оставляя внимания себе, то есть не оставляя времени на себя, чтобы просто отдохнуть, расслабиться. Также, возможно, какая-то вот работа, которая не приносит либо удовольствия, либо каких-то средств или какой-то вообще поддержки для человека. Просто, как по мнению, усталость от какой-то труда, который тебе неинтересен, возможно. Вспоминаем Альбину Римовну. Значит, ну, это перенапряжение, это обилие дел, переработка, так сказать, какая-то монотонность, рутина в жизни в целом. Вот, мне кажется, это основные причины. Ну, я не чувствовал ничего, в принципе. Ну, то есть я просыпался, шел в школу, отсиживал там 7 уроков, возвращался домой, не кокущий, ложился спать обычно после этого. То есть просыпался, опять такое же, мне ничего не хотелось сделать, а просто там, вот просто лежал, втыкал в стену временами и думал, ну, вот, ЕГЭ у меня через полгода, а я не готов никак. Нужно что-то с этим делать, а не сил, не настроения, не возможностей каких-то, то есть эмоциональных сил не было на это все. Ну, мне помогала девушка, наверное, моя, она меня вытягивала из этого. Она меня постоянно вытягивала просто на улицу куда-то, я там ходил, не кокущий-то, жвяленый, вот так вот туда-сюда. Она такая, ну, пойдем в парк, еще куда-то. Я такая, не хочу, хочу просто лежать. Вот, это было, наверное, вот как-то так. Ну, вот состояние, когда не хочется ничего делать, такая постоянная усталость, и в целом у меня она так проявляется, как я думаю. У меня появляется как-то желание что-то творить, что-то, что-то делать. То есть, вот когда из этого состояния вылезаешь, вот первое, наверное, что у меня происходит, я беру фотоаппарат и говорю, ну, все, пойдем, пойдем снимать. Просто даже вот без каких-либо предпосылок, без Николая, я могу просто пойти взять фотоаппарат, пойти в лес и снимать там белок, деревья, людей каких-то с прохожих, просто случайных, которые мне понравятся. И вот для меня это как индикатор того, что все, вот, есть энергии, есть силы, чтобы что-то делать. Ну, к учебе тоже возвращается интерес, когда ты не просто сидишь на парах и засыпаешь, или просто втыкаешь в окно на 24 часа, а когда ты вот садишься, прям слушаешь преподавателя, как-то поддерживаешь беседу, и все вот в этом роде. Наверное, вот так. Я просто снова начинаю работать, 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 учиться, делать все, что должна была сделать и что отложила.